Чему плача белорусская космонавтка? Что обяцая Лукашенко и какие личбы кажутся про соправдный провал его системы? Витаем, сябры! Это наша Нива, и зараз мы еще вам расскажем. Особистый самолет Лукашенко, зорка героя и жаночные слезы. Сегодня целый день отбывается шоу с вертанием у белорусской космонавтки Марыны Василевской. Лукашенко отправил по ЯЕЛ Москву особистый самолет своей семьи – «Бизнес-джет Бомбардир Челленджер». Звычайных этот самолет выкористовывают дети Лукашенки – Виктор и Дмитрий, а так само особливо наближенные до семьи чиновники. Правда ж, сам Лукашенко сустракать космонавтку не поехал, а ли отправил высоких чиновников – вице-премьера Пархомчика и кировника Академии наук Гусакова. А туль Василевскую повезли до Лукашенки у Палац Незалежности. Он одразу ж узнагородил девчину с званием Героя Беларуси, а так само раздал узнагороды и иншим, такте иначе датышным до полета персонажам. Дублерка Василевской Анастасия Лянкова отрымала от Лукашенки подяку. Орден Пашаны дали кировнику Академии наук Владимиру Гусакову, а медаль за опрацовные заслуги отрымал с рук Лукашенки гендиректор Белавия Игорь Чаргинец. За что узнагородили его, незразумело, але подобно просто за то, что Василевская ранее працавала у Белавия. Причин сама Марина аж пустила слезу подчас отрымания зорки Героя, а Лукашенко оказался яша и специалистом по пуску ракет. Я хорошо знаю, что такая ракета должна была стартовать и не стартанула. Поэтому я знаю, что такое ключ на старт, пуск ракета останавливается. Прикурила, как космонавты говорят, и остановилась. И само собою возникает пытание. Ну взлетала пригожая девчина на МКС и что далее? Космичные полеты давно уже не з'являются чемстей надзвычайным. Взлетала и взлетала. Якая корысть от этого для Беларуси? Але Лукашенко прадбачлива отказал и на гэтае пытанне. Если там кто-то ляпает, особенно за рубежом, и думает, что ну как этот Лукашенко, этот Марина забросил в космос, это нам не надо. Нам это надо. Мы космическая страна. Але отметно тут ясше вось что. У адрознени от той же Дарьи Домрачевой альбонава чиновников гэтага Героя Беларуси Лукашенко стварыл тупо сам. И он сам придумал, что треба отправить некого беларуса в космос. Сам домовил еще про то, аж с Путиным. А теперь сам же и выписал космонавцы зоргу Героя Беларуси. С его пункту гледжения гэта довольно логично, бо опошним часом неких ярких особов, каля Лукашенки просто нема. У правладной культуры заущоды ущобыло кемска с Талинтами. Спорт же частково под санкциями. А те, кто може хоть недеудельничать, как, например, футболисты, не показывают выникалу. Великий шанец стать Лукашенковской зоркой был у теннисистки Соболенки. А лишь яна переехала у США, и у вынику от Лукашенки у Воли публично отхрыстилась. Тому яму и довелось стварать нового Героя уластными руками. Далей усе зразумело. Василеускую зробить новым символом Лукашенковской Беларуси, и махчыма подберуть ее некую номенклатурную пасаду. Так что это только початок яей карьеры. Дорогие, Василеуская 14-й Герой Беларуси за всю незалежную историю и только другая женщина. Первой была биатлонистка Дарья Домрачева. А кроме их зорки Героя отрымливали митрополит Филарет, Мастак Савицкий, керавник Нацбанка Прокопович и некоторые керавники паспяховых агропродприемствовал. А кроме того, зорки Героя в Беларуси пасмяродно отрымовывали летчики, які ценой своего життя отводили падающие самолеты от населенных пунктов. У 96-м гэта был Владимир Карват, у 21-м пилоты Нечипорчик и Уканенко, чей самолет упал у Барановичах. Тепер же вось Героем Беларуси стала и космонавтка. Разом з медалем яна отрымала и шарах и льгот. Напрыкла, для яе будзе бесплатная коммуналка и звонки с хатника телефона, а так само бесплатный проезд у громадским транспорте. А кроме того, Героям Беларуси продоставлять бесплатные рецептурные леки, бесплатный отпочинок у санаторий и льготные крадыты. Лукашенко же обяцает, что гэта только початок космичных досягненьев. В ближайшие годы мы забросим в самый передовой в мире спутник вместе с россиянами. Мы его делаем в космос. Мы будем видеть на Земле с этой высоты спичечный коробок. Можем различить любую картинку на нем. Это высокие технологии. Так само текаво, что Васильевскую привезли у Минск чисто на один день. И она сама признала сейчас, что последующих мероприемствах вернется у Москву для реабилитации. Туды, до речи, я наплетела разом с Лукашенком, який накировался на терминовую встречу с Путиным. Так само, сегодня Лукашенко звольним вице-премьера Леонида Зайца, який отказывал за аграрный сектор. Вы докладно памятаете гэтага чиновника с вечно переполохным выглядом, який супроводжал Лукашенку и на шматликих нарадах, и подчас поездок по регионах. А лишь на улицу Зайца не выкинуть. Одразу ж Лукашенко отправил яго в Совет Республики, призначивши сенатором. А кроме того, с посады министра юстиции звольненный Сергей Хоменко, он теперь так само станет сенатором. Хоменко персонаж довольно интересный. Он уродженец Донбасса, який зарабил карьеру у Лукашенковским силовым блоку и дослужился аж до генерал-майора милиции, после чего в 2021 году был поставлен на посаду министра юстиции. И тое призначение было знаковым, бо лукашенковцы открыто громили незалежную адвокатуру и силовик у кресле министра мусил забеспечить протяг зачистки. Хоменко называли тыповым строевым вояком, який не умея выказываться. Да и что казать, просто послухайте яго сами. Мы единый народ. Милиция – это народное войско, которое предназначено для того, чтобы дети смеялись, старики радовались тем процессам, которые происходят у нас в стране. Ну и, конечно же, работали предприятия, и наша страна процветала. Олежь подобно, что со своей миссией на посаде министра Хоменко справился по спяково, коли уже празд два с половой годы, яго по чиновницких мерках молодого управленца вздымают и пересаживают на теплую, али декоративную посаду. Трагедия отбылащего в Бресте. Там у СИЗА помер политзневолины. Подполковника запаса Александра Кулинича затрымали яше 29 лютого за комментарии, яго обвинуватели у образа Лукашенко и покинули за кратами. Про спару джон 16-го красавика повинен был початься суд, али отбылащая бяда. По информации портала «Зеркало» в посвечении об смерти мужчины указана ишемичная хвороба сердца. Про Кулинича вядома одно знание шмат. Йон был подполковником запасу, служил у 38-й особной гвардейской десатно-штурмовой бригаде у Бресте. У Апошнича спрацевал индивидуальным предпринимателем и занимался хорчевыми додатками. Причин 30 лет тому Александр служил с первым представником кабинета Тихановской обороны и нацбоспеции Валерой Сахарчиком. Али Сахарчик говорит, что яны давно не контактовали и пролез коллеги, и он ничего не ведал. Тело Кулинича уже отдали своякам, подполковника похвали 11-го красавика, ровно у его 52-й день на родину. Это уже как минимум 6-й политичный изнаволенный, который помер закратами. Ранее белорусские турмы забрали життя Витольда Ашурка, Николая Климовича, Олеся Пушкина, Игора Редника и Вадима Храчко. Ранее Лукашенко не раз подкресливал, что повеличить насильництво Беларуси это одна из его уголовных задач. Йон называл это пытанием национальной безопасности и заявлял, что требуется наличие у 15 миллионов. Оле покой же отрывается еще на дворот, бо колькость белорусов не умольно скорочается и опошние лечбы просто жахливые. По официальных данных, на початку 24-го года у Беларуси наличили 9 миллионов 200 тысяч человек. Однако, те можно верить официальные статисты это пытание дискуссийное, бо за опошние годы у Лады засокретили множество показчиков. Оле журналисты портала «Зеркало» разом с экспертом Центробюрок меркуют, что соправдная лечба может быть еще меньшей, бо навод лукашенковские силовики называли колькость ехавших за опошние годы, и гэта были дикие лечбы. Той же намечник министра внутренних справ Карпянко указал пра 350 тысяч человек, тому у реальности худшая за все, лечба белорусов теперь меньшая навод за 9 миллионов, и гэта соправдная катастрофа. У 94-м годе официальная лечба была 10 миллионов 200 тысяч человек, а теперь пра с 20 годов навод по официальных данных из них, а маль миллион. Лукашенковский чиновник представлял новый закон и спалил сокретную схему об выходе санкций. Говорка про керовника мытного комитета Владимира Орловского, який представлял законопроект, что дозволит легально реализовывать в Беларуси санкционные товары. И вот подчас такой презентации Орловский наговорил лишника и фактично сам обучил всю схему. А она вот такая. Товар, эти обстановления документально оформляется транзитом с Европы в Азию и на территории Беларуси трапляет на склад, откуда после реализуется белорусскому предприемству. Действительным законодавством таки продаж непродукреженый, тому и треба менять закон. Цикало, что слова Орловского спочатку спокойно опубликовали пропагандисты с Белты, но после того, как на материал свернули увагу независимые журналисты, выступ чиновника просто выдалили. Белорусские улады, подобно, идут на новый виток провокации на межах с Европой. Ранее 10-го красавика на штурммяжи с Польшей выправились аж 220 мигрантов. Их поход трапил на виды. Вот и они организованы бегут с лесницей, как перебраться про загороджу. Правда, ничего не отрывалось, чтобы мигрантов застрелили польские войсковцы и у вынеку так званые гости отступили назад на территорию Белоруссии. А белорусские человеки раскрыли еще одно забойство 20-годовой давнины, а докладнее 22-годовой. У красавику 2002 года, когда мост в Гомеле, знали тело мясового мытника, но только теперь следшие вышли на подозреванного. По их версии, мытник обновился от сопротивничества с представниками криминального света. И у вынеку у той же день на шляху до дому яго чакали злоумышники, один из яких нанес Ахвяры больше за 10 ударов молотком. Причим основный фигурат злочинства уже сядзить у турмер. Правда, по иншей справе. Яму уже 60 годов, и теперь мужчину чакая новый суд за забойство. Гомельчанка порвала пашпорт мужа, капьен с еею не развелся, и выник был не чаканы. Дорослая уже пара посварилаща, муж перебрався до своей мати, покинулши женку с тремя детьми. Поздней он попросил, каптая женка принесла яго пашпорт, и подлумачил навошта. Маулял, будя подавать на развод. Жанчин уж таки вариант развития падей не задаволил. Усё ж у семьи трое дятей, и покидать их без батьки, и она вельми не хотела. Жанка вырвала с пашпорта мужа некольки листов, разорвала их на дробные шматки и выкинула у сметник, а уже после этого вернула документу ладальнику. И скончилася ещё вельми не чакана, вознищение документов у Беларуси личится злочинством. Як про ученок жанчины доведалися человеки невядомо, а ей судили и покарали штрафом у 1200 рублю, а у вынеку муж вернулся у семью, так что подобно план спрацовал. Дикая история отбыла ещё в Минску. Там просто в городском автобусе пьяный мужчина лет не забил іншого пассажира. Без дай причины Ён накинулся на пожилого человека с ножом, правда не отрымалася, бо потерпелый смог дать отпор нападнику, а после и выштукнул в его салон автобуса. Милиция затрымала нападника в той же вечер, и Ён оказался древосеком, який мая неознятую судимость. Зараз ему погрожает до 10 годов турмы. Вот такие новины четверга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте зауваги у комментариев. И конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустренимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok